Всем привет! Поговорим о гороскопе Миши Малаши. Я уже в прошлом видео рассказывал о гороскопе Оксимирона и показывал, что у них очень близкие даты, разница в два дня. Давайте посмотрим, как те же самые аспекты могут проигрываться в жизни по-другому. В гороскопе Оксимирона я говорил, что соединение Марс и Венера очень часто у творческих людей. Ну и у Миши Малаши такая же история. Это творческий человек, который любит стихи Есенина и так далее, чтобы был надрыв, чтобы была какая-то драма, переживания. Сам он тоже способен, соответственно, испытывать эти чувства и передавать их, так сказать, зрителям. То есть, очень просто. Дальше, уже более интересно, это соединение Меркурий и Юпитер. И если у Оксимирона это прежде всего идет в тему, например, языков, то у Миши Малаши есть тоже отсылка к этому, что сам Миши Малаши говорит, что владеет английским языком. И думаю, это так и есть при таком соединении. Но энергия у них расходится дальше по-разному. Соединение Юпитер-Меркурий это... Юпитер любится объединять людей для чего-то. Такая социальная планета. И, например, у Оксимирона это то, что он создал там свой коллектив, рэперов, его продвигал. Как я понимаю, тема эта зашла довольно хорошо. Миша Малаши тоже там имеет свою группу, но он больше заточен под общественную движуху, что тоже любит Юпитер. То есть, скажем так, Оксимирон, он работает в области именно рэпа и дальше особо никуда не лезет. А вот Миша Малаши, он очень сильно социально ориентированный человек. И вот туда уходит его Юпитер. И когда вот, например, Оксимирон выпускает вот эту песню «Кто убил Марка», вот там очень много хайпа, да, вокруг этой истории, то Миша Малаши более, скажем так, незаметно заявляют о создании сообщества, которое будет объединять, так сказать, российскую нацию, заниматься подъемом морали и там подобных вещей. У них похожие гороскопы, поэтому транзиты очень часто будут проигрываться как-то похоже. То есть, важные, скажем так, события в жизни будут давать. Вот. И Миша Малаш, он именно нацелен на работу с обществом. Ее сам говорит, что ему неоднократно предлагали пойти в депутаты и так далее. То есть, это такая история более такая политическая, более общественная. Хотя и Оксимирон туда тяготеет, так или иначе, потому что Юпитер это любит, потому что тот же самый трек «Кто убил Марка» — это не просто отсылка к истории с Ромой Жиганом. Там дело в том, что этому Роме в свое время лично из рук президента была включена награда на рэп-конкурсе. И это такой троллинг президента на самом деле отчасти, то есть он более такой скрытый. Вот. То есть, там очень много этого. То есть, смотрите, аспект один и может поначалу показаться, что он очень по-разному проигрывается. У нас на самом деле это те же энергии, направленные, скажем так, немного в другие русла. Дальше идем. Я говорил, что Оксимирона у Луна находится в королевском градусе Близнецов, и это усиливает, скажем так, его поэтические способности и рэперские. А вот у Миши Малаши в Тельце, это уже другая история, это менее творческое положение, более практичное и более такое баронелобое. Это очень упертое положение. И поэтому Миша Малаши отличается гораздо большей упертостью, скажем так, в своих положениях, направленности. И еще, смотрите, пока я не забыл, возвращаясь к положению Меркурия и Юпитера, в теме Оксимирона я говорю, что это положение дает желание умничать. А еще он дает желание получать. И вот если Оксимирон просто умничает в основном, то Миша Малаши именно получает. Это положение такое учительское. Он всех хочет научить, как правильно жить. В своих текстах он рассказывает, что там не надо пить, надо заниматься спортом. И это снова объединяет его на самом деле с Оксимироном. Что они оба зожники, но по-разному. Оксимирон веган и не пьет алкоголя. Здесь, я понимаю, Миша Малаши тоже не пьет алкоголя, но он там топит за спорт. То есть, они зожники, но по-разному. Почему? Потому что они очень тяготеют к какому-то полезному образу для общества, скажем так. То есть, не столько для себя, сколько для остальных на самом деле. То есть, все у них крутится на самом деле вокруг одних и тех же аспектов. Ну и подытожив, надо понять, что изначально может показаться, что эти люди очень разные. Да, то есть, Оксимирон, он такой у нас умный интеллигент. Вот, а Миша Малаши, он такой, скорее, брутальный челябинец, который готов бить за правду. Но, если более глубоко разобраться, то вы уже увидели, что на самом деле одни и те же аспекты, они начинают просто направлять эти энергии немного в разные русла. Ну и есть разная карма у людей, да, тот груз, который мы несем. Я уже говорил по Оксимирону, что там лилит в овне. Говорит о том, что человек использовал насилие в прошлой жизни, и бумеранг ему возвращается. Вот. Ну, в случаях Оксимирона там очень нежно, я бы так сказал, возвращается. Вот. А с Мишей Малашей там все более ярко. Там видно, что человек очень активно использовал насилие, и есть желание использовать здесь его и сейчас. Ну, и ему постоянно, фактически каждый день пишут угрозы различные представители людей по различным вопросам, понимаете. То есть, там просто там каждые 10 секунд. Ну, не 10 секунд, там каждый, как он выразился, 10 минут, его там в чем-то обвиняют. Вот. Но такого карма. То есть, видно, что Миша Малашей в прошлой жизни там побольше, побольше грешил, чем Оксимирон. Вот. То есть, есть и такое индивидуальное, скажем так, проявление. Но все же, на самом деле, это люди с очень похожей биографией и... Ну, не биографией, скажем так, энергиями. И во многом в ней жизнь будет происходить в общем цикле, потому что общие транзиты для них будут похожи. Но было бы, конечно, гораздо точнее, если бы мы знали точное время каждого из них. Но и того, что мы знаем, достаточно. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Подписывайтесь. Потому что мы друг другу, волки. Мы друг другу враги. У нас этнос находится в колоссальном регрессии. В колоссальнейшем. И это я сейчас говорю только о нас самих. Не говоря уже о том, что существует 282-я, которая работает только против русских славянских людей. Мы друг другу враги. Мы не хотим друг другу помогать. Мы не интересуемся ничем, кроме своей задницей. Романа Билли и Дмитро полвагона мужиков. Никто не отреагировал. Моя хата с краю. Это выражение просто сволочное уже. Мы сейчас находимся в точке кипения. Нам, извините, ребята, нам уже жопа приходит. Мы свои традиции практически осмеем. Мы друг друга не поддерживаем ни в чем. Мы не занимаемся своей семьей. Мы не обращаем внимания, что там делает наш ребенок в сети. Мы не знаем, как зовут нашим соседом. Все это происходит с нами. Потому что у нас нет никакой сплоченности.